На первое – горячий суп с лапшой, на второе – аппетитная курочка с пюре и свежими овощами. Такие наборы в этот день получат 15 жителей Ногайского района. Завтра их число может измениться. Все зависит от заявок. Самоизоляция и трудные материальные положения заставляют людей экономить даже на еде. Некоторые не могут позволить себе даже простую горячую пищу. Однако волонтеры из Аграрно-технологического колледжа каждый день спешат к ним. И не с пустыми руками. Ежедневно, полдвенадцатого, мы выезжаем на двух машинах в два населенных пункта. Поселок Еркин-Шахар и аул Ураковская. У нас в поселке Еркин-Шахар пять престарелых бабушки, дедушки. Мы им ежедневно разводим горячие обеды. И также мы, то, что они просят, сходить в аптеку, в магазин. То, что они просят, все их просьбы мы выполняем. Работники столовой соблюдают все меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Все вокруг чисто, как в больнице. Помогаем тем жителям этих аулов, которые не могут справиться с трудностями, которые навалились в связи с этой проблемой коронавируса. Они не могут сами выйти в магазин, не могут себе приготовить обеды. Поэтому мы им готовим обеды, чтобы они ни в чем не нуждались. В период пандемии COVID-19 настоящей проблемой для многих пожилых людей стала покупка лекарств. Но и тут в помощи нуждающимся отказа не было. Ко мне обратились волонтеры Аграрно-технологического колледжа по поручению Матакаева Азамата Ибрагимовича для оказания помощи. В период пандемии, в принципе, много людей обращались. В свою очередь, я как могла, помогала людям. То есть я раздавала маски, когда они были в дефиците. Ну, по поводу препаратов, ко мне вот только вот обращается колледж. Именно в такие тяжелые периоды и раскрываются истинные характеры. И легко можно понять, кто есть кто и на кого мы сможем положиться в трудную минуту. Анзор Курбанов, Олег Молхожев, Архыз 24.